Всего в Сочи проживает около 36 тысяч людей с инвалидностью, из них около 2000, дети, порядка 400 с инвалидностью по слуху, 500 по зрению, а также более 600 колясочников. Организации комфортного проживания для всех этих людей основная задача партийного проекта «Единая страна. Доступная среда», в рамках которого уже разработано несколько программ. Начиная от того, как дети с инвалидностью учатся в наших школах, заканчивая тем, как инвалиды могут посетить и обычные городские пляжи, и голубофлаговые, и ведроственные и так далее. То есть достаточно большой спектр вопросов, тем более город Сочи очень активный, динамично развивающийся город, огромное количество новых зданий и сооружений. К сожалению, не все застройщики учитывают проблемы доступной среды, а их надо учитывать обязательно. Люди с ограниченными возможностями здоровья должны получать все необходимые социальные услуги, отметили на встрече. Кроме того, важны вопросы организации досуга и, конечно же, трудоустройства. В этом году в Центр занятости населения обратилось 182 инвалиды, из них 67 трудоустроены, еще 7 человек прошли бесплатное обучение и освоили новые профессии. Электромонтер, повар, кассир, специалист по налогам, менеджер. В городе на сегодня работодателями заявлено 850 вакансий для инвалидов. К слову, самим предприятиям это выгодно. В рамках краевую программу предоставляются субсидии на оплату труда инвалидов. Кроме того, служба занятости населения организует сопровождение людей с ограниченными возможностями. Им помогают освоить путь до места работы и обратно, перемещение по территории работодателя, а также предоставляется помощь наставника на рабочем месте. Обсудили на встрече вопросы спорта. Руководитель общественной организации «Стоек» Олег Стекольников обратился к депутату ЗСК Виктору Теплякову с просьбой поднять вопрос на уровне края проведения большинства региональных соревнований в Сочи. Причина весомая. В других городах края нет доступной инфраструктуры. В то время как Сочи стал первым городом в России, где эффективно заработала программа «Доступная среда». Почему бы спорта-океан не проводить здесь у нас? И все только рады, и депутатности, и подоштутности все не избирали. Вопросом развития адаптивной физкультуры и спорта в Сочи уделяется особое внимание. В том числе создан физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Только в прошлом году центром проведено 42 турнира и 4 фестиваля с общим охватом более тысячи человек. На нынешний год планы более масштабные. Охватить более 1400 человек. Выросла и география общероссийского фестиваля «Пара-арт». В сентябре приедут около 600 участников. Продолжается работа и по приведению к требованиям безбарьерной среды городских объектов. Во время заседания рабочей межведомственной группы было принято решение усилить работу в этом направлении. Для этого собрать на межведомственное совещание архитекторов города и представителей госстроенадзора, руководителей общественных организаций инвалидов. Также было предложено привлекать экспертов-инвалидов, которые помогали строить олимпийские объекты и тестировать здания переводом в эксплуатацию.